Самарец Александр Кочетов Закончилось чудодейственное снадобье еще вчера. Но врачи не смогли мне позвонить и предупредить, так как не видят в системе моего номера. Судя по реакции врачей, за сегодня я оказался не первым, кто излишне доверился цифровым технологиям. Но меня сразу же пригласили в другой кабинет. Там все мои данные аккуратно занесли в тетрадочку и сказали, что свяжутся, как только завезут свежую партию препарата. Вроде как произойти это должно уже на следующей неделе. Короче, вывод один. Хотите защититься от короны? На госуслуги не ногой. Лучше воспользоваться старым добрым телефоном. Глядишь и не прокатайтесь порожняком. В паблике «Предложка Самара. Новости Самары» соцсети ВКонтакте активно обсуждали инцидент, произошедший на днях в самарском общественном транспорте. Должен ли кондуктор подходить к пассажиру для оплаты проезда? Именно такой вопрос интересуют жители Самары. Одна из самарчанок пишет «Прошу провести разъяснительную беседу с кондуктором, работающей на 52 маршруте. Кондуктор наглая женщина. Не хотела вставать со своего места и обелечивать меня. Подошла ко мне со словами «Проезд вообще-то платный». Но я как бы в курсе, что проезд платный. Так почему я должна тащиться к ней и оплачивать через весь салон с пакетами? Это ее работа – ходить по салону, а не сидеть на одном месте ровно и смотреть в свой телефончик и ждать, пока к ней подойдут. Не моя. На скандал отреагировал Дептранс Самары. Ответил «Вы не обязаны подходить к кондуктору за билетом». И попросил Самара Автогаз провести дополнительный инструктаж с недисциплинированной сотрудницей. Самарцы предложили Дептрансу командировать наших кондукторов в Москву, чтобы они наглядно посмотрели, как там работают кондукторы. Места у них нет. Не то, что у наших два кресла. Причем на одном грязный оранжевый жилет и табличка места кондуктора, на втором грязные сетки, термосы какие-то, пакет. Ужас, дикий грязь и полнейшая антисанитария.